Друзья, привет! Сегодня мы с вами готовим уникальнейший рецепт безглютенового кулича. Очень многие просят, хотят, и мы пошли себе и вам навстречу. Используем муку сорга, она точно вам понравится. Все по QR-коду уже у вас в корзине. Заказывайте, пробуйте. Я не знаю, как он может мне получиться. Начинаем! Что мы делаем? У меня будет планетарный миксер. Вы можете использовать любой. Мы берем с вами 4 яйца, 100 граммов сахара. Сахар сразу же туда. Недолго взбиваем. Далее, что потребуется? 200 миллилитров молока. Если вы хотите использовать растительное молоко, используйте растительное молоко. 100 грамм масла сливочного. У меня 82% наше масло. 100 грамм – это полпачки. В пачке 200 грамм. Немножко разогреваем без фанатизма. Все, что я сейчас делаю, вы можете найти в корзине по QR-коду. Вам сразу все соберется. Заказывайте и повторяйте за нами. Не перегрейте молоко. Просто чуть-чуть подогрели, чтобы масло растворить и размешать. Градусов 40 будет, не больше. Сейчас я добавлю молоко в яйца с сахаром. Высыплю муку. У меня муки 300 грамм ровно. А пока все будет замешано, я измельчу миндаль. У меня очищенный, гларшированный миндаль. Если у вас нет миндаля, вы не хотите, у вас аллергии, не добавляйте. Добавьте все, что вы хотите. Или вообще ничего не добавляйте. Итак, у меня немного ванильного сахара. Выливаем молоко с маслом. Мне также потребуется разрыхлитель теста. Если вы не хотите использовать разрыхлитель, просто сода, гашеная уксусом. Чайная ложка соды. Гасим двумя столовыми ложками уксуса или меньше. Как он там загасится. Перемешали. Сейчас я поменяю венчик на крюк. Высыпаю всю муку. 300 грамм муки. Немного перемешали и добавляем разрыхлитель. Я добавлю половину пачки, это 5 грамм. Помните, что сорга это такая достаточно плотная мука. Это необычная мука, поэтому можно чуть-чуть увеличить. Вишня сушеная. Теоретически можно замочить. Мне нравится она такая. Изюм. У меня изюм, виноград сушеный киш-миш узбекский. Его нужно обязательно промыть. Всыпаем орехи. Тесто будет достаточно жидкое, поэтому если у вас, например, большие яйца, 4 яйца прям больших, возможно, можно 50 граммов муки подсыпать. Мы сейчас проверим, потому что, вы знаете, есть такое выражение про муку, сколько возьмет. Тесто достаточно жидкое, поэтому я сейчас возьму и добавлю буквально пару ложек. Я знаю, что такое пару ложек, а вы отмеряете. Раз, два. Помните, что мука разбухает, становится все гуще, поэтому вы сразу там не начинаете засыпать очень много. Это мы оставляем минут на 15 для того, чтобы разошлась мука. Смажем маслом нашу формочку. Так, промазали. Выливаем наше тесто в форму. Повторюсь, тесто достаточно жидкое. Оно получается, знаете, как для шарлотки. Ставим его на 180 градусов, минут на 35-40. Будем проверять. Итак, друзья, мы при 180 градусах выпекали минут 40, потому что там 40-то у нас достаточно тяжелое тесто. Ну, мука сама. Поэтому, что мы делаем? Минут через 30 уже нужно проверять на сухую палочку. Палочку, пожалуйста, не выкидывайте, она вам еще пригодится. Вытаскиваем. Опа. Постарайтесь нижнее быть, а не как я. Итак, наш с вами безглютеновый кулич готов. Чем мы его покроем? Мы возьмем с вами зефир наш, маршмеллоу. Если вы умеете делать свою собственную там помадку фирменную, делайте. Я сделаю почти проверку из интернета. Мы возьмем немножко маршмеллоу. Нальем чуть-чуть воды, поставим в микроволновку, расплавится и все замажем. С небольшим количеством воды у нас получилась вот такая вот штука. Вообще, это мое самое любимое. Смотрите, как раздувается маршмеллоу в микроволновке. Такой кайф. Перемешали. Если вам кажется, что еще надо подогреть, недостаточно они растворились, и вам хочется более однородную массу, чуть подольше подержите. Нам и так хорошо с Полиночкой. Ну, кайф. Кулич готов. Разрезаем и пробуем. Вот такой у нас отличный безглютеновый кулич. Мне зашло, несмотря на мою всю нелюбовь к правильному питанию, вот это прям вкусно. Ни на что не похоже. Ни на гречку, ни на лен, ни на что. И на простую муку. Это что-то новое. Попробуйте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!